Муравей и Кузнечик В группе ВКонтакте я приложу к посту с этим видео файл PDF. Кому будет интересно, пожалуйста, присоединяйтесь в группу и там можно будет скачать этот PDF файл с этим рассказом. Мы, как обычно, будем делать везде, где это возможно, подстрочник, то есть дословный буквальный перевод. Потом я вам все прочитаю от начала до конца, когда мы уже все разберем, и вы проверите себя, как вы понимаете услышанное, как вы понимаете уже то, что мы разобрали. Ну или, как вариант, можете выключить мой голос и сами себя проверить по тексту. Ну а можно вообще скачать книжечку и читать эту, уже посмотрев разбор этого рассказа, почитать самому книжечку. Можно и так сделать. Хорошо, начинаем. С чего бы нам начать? Да, казалось бы, вот предложение у нас на три строчки, аж такое длинноватенькое. А начнем мы с вот этого ки-но-щта-де. Под деревом. Ки- это дерево, щта- это низ. Ки-но-щта-де. Под деревом. Де показатель места. А вот это все, внимательно, первая строчка и вот дотсюда, это у нас будет определение к слову ки, к слову дерево, какое дерево. Видите, как важно определить в предложении, что к чему относится. Это все будет у нас дерево, какое дерево. Кури- это каштан. То есть дерево каштана, каштановое дерево. Какое дерево? О-О-Кина, большое дерево. И-пон-но. И-пон означает одно дерево. И-пон. Здесь у нас изменение произошло. Вообще это счетный суффикс хон. Для продолговатых предметов. Например, для ручек, карандашей. И-пон. И-пон-но-о-О-Кина-Кури-но-Ки-но-щта-де. То есть под большим, под одним большим каштановым деревом. Под одним большим каштановым деревом. Каким деревом? Которое стоит. Та-цу. Стоять. Которое стоит где? Хирой. Хараппаноманнакани. Хирой. Это, ну, такой просторный, да. Просторный. Широкий еще могут переводить. Просторный. Хараппа. Это поле. Монако посерединке. На самой серединке Монако. Получается, что под деревом, под деревом, под одним большим каштановым деревом, которое стоит посередине широкого поля, что там происходило? Ари-но-кадзоку-га курасте-имащита. Ари, как мы выяснили, это уже муравей. Ари-но-кадзоку, это семья муравья. Что делала? Курасте-имащита. Жила. Курасу-глагол. Жить-существовать. Жила. Получается, что под одним большим каштановым деревом, которое стоит посередине широкого поля, жила семья муравья. Разобрались. Дальше. Ацуй-ацуй-нацуй-но-хи-но-ко-то. Ацуй-ацуй-нацуй-но-хи-но-ко-то. Здесь видите, вот два прилагательных, предикативных, да, но они одинаковые, да, ацуй-жаркий. И они не соединяются, как вот мы учим, да, что ацук-те-ацуй, потому что они два одинаковых прилагательных. И поэтому здесь просто подчеркивается, что очень жаркое лето. Ацуй-ацуй-нацуй-но-хи-но-ко-то. Нацуй-это лето. Нацуй-но-хи-тень-ко-то. То есть, то, что происходило, ко-то, да, в жаркий-жаркий летний день. То есть, это происходило в жаркий-жаркий, это было в жаркий-жаркий летний день. Дальше. Ари-та-чи-ва, саму-и-фу-ю-ни-со-на-э-те, ищо-кен-ме-й, му-ги-но-цуб-о-а-цуб-о-а-цуб-э-те-има-ш-та. Ари-та-чи-ва, саму-и-фу-ю-ни-со-на-э-те, ищо-кен-ме-й, му-ги-но-цуб-о-а-цуб-э-те-има-ш-та. Получается, ари-та-чи-ва, тачи, суффикс множественного числа, му-равьи, саму-и-фу-ю-ни-со-на-э-те, сона-э-ру, глагол, это готовиться, запасаться, снабдить. То есть получается, что они, запасаясь на холодную зиму, самую холодную, фу-ю-зима, запасаясь, сона-э-те, деепричастная форма, те-форма глагола сона-э-ру, запасаясь на холодную зиму, ищо-кен-ме-й, изо всех сил, му-ги-но-цуб-о-а-цуб-э-те-има-ш-та. Му-ги-э-то, ну, зерновые, это и рожь сюда входит, овес, ячмень, пшеница, в общем, все-все, зерновые, скажем так. Цубо-э-то зернышко. Ацумэ-ру-глагол, здесь ацумэ-те-има-ш-та, длительный вид, ацумэ-ру-глагол означает собирать. То есть му-равьи, готовясь к холодной зиме, изо всех сил, то есть стараясь, да, прилагая все усилия, собирали, ацумэ-те-има-ш-та, зернышки зерновых, ну, зернышки различные, там, пшеница, рожь и так далее. Дальше. Кстати, забыла сказать, что вся грамматика, которая здесь попадается, и на которой уже были засняты видеоуроки, все эти ссылки я, наверное, в комментарии, прикреплю в комментарии, оставлю в комментариях, ну, и в описании тоже оставлю, то есть или там, или там можно будет посмотреть. И грамматику на гора мы уже разбирали. Утай на гора означает два параллельно выполняющихся действия, то есть, как бы, пая, петь, утау это петь, то есть, исполняя песню, скажем так, кузнечик туда сокуе я-те-ки-те и маста. Я-те-ки-те это прийти, я-те-куру, то есть придя туда, где муравьи подразумеваются, сотрудились, собирали зернышки, придя туда, исполняя песню, кузнечик сказал. Что же он сказал? И-маш-та, да, ю- глагол, и-маш-та прошедшее время сказал. Ари-кун, Ари-кун, нанде конна-ни ацуй-но-ни, асе-мизу тарашите хатарайте-иры-ндай. Вот что он спросил. Ари-кун, Ари-кун, муравей, муравей, кун это суффикс, да, помним, именной, кун, как сам, как чан. Ари-кун, дальше, нанде, зачем, почему, конна-ни ацуй-но-ни, хоть так жарко, да, вот конна-ни, так, настолько, ацуй, жарко, хоть так жарко, ну, даже так вот, в такую жару, асе-мизу тарашите. Ну, то есть, изо всех сил, да, потому что асе-мизу тарашу буквально означает, тарашу это накапать, разлить что-то, еще свесить, есть такое значение, то есть, накапывая пот, да, воду пота, потому что асе это пот, амизу вода, асе-мизу тарашите, то есть, как бы, проливая пот. Вот, еще, кстати, могут говорить, асе-мизу нагашите, нагасу это проливать, вот, здесь тараште, то есть, проливая пот, так усердно, хатарай-те-иру-ндай, работаешь, хатараку, хатарай-те-иру, длительный вид, глагола хатараку, хатарай-те-иру-ндай, здесь он спрашивает причину, вот, наше тут есть, тоже есть грамматика на эту тему уже урок, и дай, это вопросительная частичка, такая неформальная, разговорная, Так, и что он говорит, то есть, почему вы в такую вот жару, так вот усердно работаете? Что же отвечает муравей? Имана учени хатарай-те-оканай-то, сямой фьюга кита-то-ки-ни, таберу-муно-га, най-дя-най-ка. Это не вся фраза муравья, переведем сначала это предложение. Имана учени означает в данное время, сейчас. Сейчас, если, то, условия, то есть, если сейчас хатарай-те-оканай не работать, здесь глагол хатараку работать, в форме на теоку получается хатарай-те-оку, и еще в отрицании хатарай-те-оканай. Одна из функций грамматики, грамматической конструкции те-оку, это подготовить что-то для действия в будущем. И получается, что если сейчас не работать ради будущего, то самой фьюга кита-то-ки-ни, когда придет холодная зима, обратите внимание, что здесь у нас в японском языке, да, кита, в прошедшем времени глагол куру стоит, кита. А на русский мы переводим как, когда придет холодная зима, потому что дальше мы смотрим по контексту, смотрим, предложение заканчивается, тоже не прошедшим временем. В общем, вот такая вот грамматика. То есть, когда придет холодная зима, табе рюмону что-то покушать, най, нет, не будет покушать что, дянай, дальше идет най и еще дянай. Вот это вот дянай, это не то наше дянай, которое мы все хорошо знаем, это не отрицание. Есть два типа дянай, это второй как раз тип здесь у нас. Это на русский можно перевести как разве не, то есть смотрите, если мы переводим вообще без дянай, то перейдем как, если сейчас не работать, то придет зима и не будет что покушать. А вот этот дянай, он переспрашивает как бы у кузнечика, разве если мы сейчас не будем работать, нам будет что-то покушать холодной зимой, когда придет холодная зима? Да, получается, что два отрицания переводим утверждением, най и дянай. И переводим на русские утверждения, то есть разве будет у нас что-то покушать, когда придет холодная зима, если мы не будем сейчас работать, если мы сейчас не поработаем. Киригирису-сан-мо, ута-о утау-но-ва, ходо-ходо-ни-ште, табе-моно-о, ацумете, ойта, хо-га, и-о. Киригирису-сан-мо, сан добавляет, видите, киригирису-сан, уважительно. И вы, кузнечик, ута-о утау-но-ва, но-ва, но здесь это субстантиватор, когда мы из глагола прилагательного делаем существительное, превращаем его в существительное грамматическим, потому что, видите, и-ва стоит, а-ва у нас стоит только после, ну, практически всегда после существительных местоимений, не всегда, конечно. Итак, утау-о-тау-но-ва, то есть петь песни ходо-ходо-ни-ште, ходо-ходо-ни-суру, ходо-ходо-ни, вообще это в меру, умеренно, а-ходо-ходо-ни-суру, это, ну, как бы сделать в меру, да, то есть, как бы пой в меру, уменьши, как бы, свое утопение, да, в меру пой. Смотрите, во-первых, у нас здесь снова грамматика а-цубе-те-оку, а-цубе-те-ойта, да, а-цубе-те-оку мы ставим в грамматику та-хо-га-и, то есть было бы лучше что-то сделать. А-цубе-те-оку получается а-цубе-те-ойта-хо-га-и, то есть и вам, господин кузнечик, тоже лучше было бы, как бы, в меру петь и собирать еду. Киригирисы хунто ханаде варатте имашита. Киригирисы кузнечик хунто ханаде варатте, то есть как бы смеясь в нос ханаде варатте, нос хана варау глагол здесь его деепричастная форма те форма, варау варатте то есть хун это вообще означает у нас на письме передать, то это будет наверное как хм, да, как мы вот пишем хм то ханаде варатте, то есть ну как бы в нос посмеялся, про себя посмеялся и имашита, и сказал бакадана скина кото оште таносиманай то, сумаранай джанайка здесь снова джанай, снова та же функция, что и перед этим мы читали бакадана, дурачки живые, скина кото оште таносиманай то то есть если, снова да, условия если скина кото оште таносиманай то есть если не таносиму, это как бы наслаждаться чем-то, да вот, получать удовольствие если не получать удовольствие делая то, что нравится скина кото если не получать удовольствие делая то, что нравится то разве это не, да, разве это не неинтересно, получается, что это неинтересно, мы переводим как разве это не скучно, цумараная, неинтересно, скучно, то есть разве это не скучно, если не делаешь, если не наслаждаешься, делая то, что нравится. Са, это как бы он подчеркивает свое высказывание, это мужчины в основном всегда употребляют эту частичку Са. Так, Фьюно Кото Ва, насчет зимы, что касается зимы, Фьюно Кото, что касается зимы, Фьюга Ките Кара, после того, как, да, Ките Кара, после того, как придет зима, Кангаэ Тара И, то есть, ну, можно, да, Кангаэ Тара И, то есть, можно подумать об этом, когда, после того, как зима уже придет, наступит. И дальше, Союто Киригирису Ва Утайна Гара Докок Каэ Итте Шима Имашита. Союто, то есть, сказав это, когда сказал это, почему сказал, потому что заключительный глагол у нас стоит в прошедшем времени. Сказав, ну, когда это сказал, Кузнечик Утайна Гара, снова исполняя песню, скажем так, поя или поя, не скажем же, Исполняя песню, Докок Каэ, Докок Ка, Докок, это где, Докок Ка, где-то, а Докок Каэ, падеж направление, Куда-то, Докок Каэ, куда-то, Итте Шима Имашита, ушел. Тэшимау, конструкция, завершенность действия, то есть, ушел, все, с концами, куда-то ушел. Дальше. И после этого тоже, и потом тоже, Здесь вот эта вот конструкция, вторая основа глагола, то есть, без масс, масс отбрасываем, плюс Цузукеру, продолжать что-то делать. Например, Утау, Утаи Цузукемашита, петь, да, продолжил петь. Есть также, начинать что-то делать с глаголом Хаджимеру, например, здесь бы было Хатараки Хаджимемашита, начали работать. Или Овару, Хатараки Оваримашита, то есть, закончили, да, работать, заканчивая что-то делать. То есть, получается, вторая основа глагола, плюс Хаджимеру, начинать что-то делать. Вторая основа, плюс Цузукеру, как у нас здесь, продолжать что-то делать. И вторая основа глагола, плюс Овару, заканчивать что-то делать. Так, дальше. Смотрите, вот эта вот грамматика, здесь у нас вот ТЭВА, вообще это грамматика Н1. Конечно, в таких вот сказках, эти сказки вообще ориентированы, ну, рассказы, да, на деток японских, поэтому они понимают. Вот, а для нас, конечно, вот для начинающих такая грамматика еще тяжеловата, но просто скажу, что в двух словах, что вот ТЭВА у нас есть в этом предложении, и ТЭВА есть в следующем предложении. То есть, это получается противопоставление, противопоставляются два действия, которые одновременно продолжаются. То есть, получается, давайте мы разберемся, да, что в этих предложениях, о чем вообще речь идет, а потом противопоставим их. Так, мукино цубуя, киномио хиротте вап, сессе то иени хаконде итано дес. Это все у нас речь идет о муравьях. Мукино цубуя, зернышки зерновые, да, зерновых культур. А также, что еще у нас тут, киномио, плоды деревьев, то есть зернышки, плоды деревьев, что-то еще подразвивается, потому что я здесь стоит у нас союз, я, не то, а я. Вот, собирая зернышки и плоды деревьев, сессе то, сессе то, это без устали, усердно, иени, домой в дом хаконде итано дес. Но это тоже объясняем ситуацию. Ну, в общем, я прикреплю, вы посмотрите грамматика, что означает нодес, потому что долго не будем останавливаться на этом. В принципе, ее можно вообще никак не переводить на русский. Но все равно, кому интересно, пожалуйста, посмотрите урок. То есть получается, что зернышки и плоды деревьев, собирая, усердно носили домой. Хакобу глагол переносить означает, хаконде ита, переносили домой. А вот дальше, что мы противопоставляем. Киригирису-ва ищокем-мэй хатарай-те-иру аритачи-о бака-ни-штега майничи утау-у-татте бакари имашта. Киригирису-ва кузнечик ищу-кем-мэй. Тоже, да, здесь вот видите, ищокем-мэй они работали. А здесь ищу-кем-мэй хатарай-те-иру тоже изо всех сил. Хатарай-те-иру аритачи-о бака-ни-штега. Смотрите, баканисуру означает высмеивать, как бы издеваться иногда может переводиться. Так вот кузнечик наш, как бы высмеивая муравьев, которые работают, которые работали изо всех сил еще кеммей. Что он делал наш кузнечик? Майничи каждый день. Здесь тоже, может быть, немножечко сложновато будет, кто не знает эту конструкцию. То есть он то и делал, что пел. Каждый день. Вот так перейдем, вот эту конструкцию. Только и делал, что пел. И больше ничего. И сейчас, на секундочку, вернемся к нашей конструкции, вот этой тева-тева. То есть получается противопоставление. Муравьи работали, не покладая рук, а кузнечик противопоставляется, как бы их высмеивая, пел постоянно. Только и делал, что пел. Вот такая вот конструкция, которая растягивается аж на два предложения. Не только в одном предложении она идет, а как бы соединяет два предложения. Ягате ацуинацева овари. Акига кимашита. Скоро, скоро ацуинацева овари закончилась. Снова, да, вот овари. Непонятно, какое время. Но смотрим на глагол заключителей в прошедшем времени. Получается, что закончилось жаркое лето. Овари. Здесь вторая основа глагола у нас будет срединной формой. То есть не только на те, может быть, срединная форма, но еще вот такая, может быть, срединная форма, вторая основа глагола. То есть лето. Вскоре лето жаркое закончилось. Акига кимашита. И наступила осень. Айка варадзу. Все так же, по-прежнему, без изменений. Арива. Муравьи. Табе моно у хакоби. Снова, да, глагол хакобу. Вторая его основа. Хакоби. Срединная форма. То есть муравьи. Табе моно у хакоби. Носили, переносили еду. Киригирисуа. Кузнечик. Таношисоуни. Утауу таттеимашита. Кузнечик. Таношисоуни. То есть, как бы, веселясь, радостно. Ему было весело, да. Похоже, что ему было весело. Кузнечик. Веселясь, радостно. Утауу таттеимашита. Пел песни. Куринокинохаппага. Хаппа это листики. Разговорная такая форма. Чаще в разговоре можно встретить. Хаппа. Ха это листик. Хаппа тоже листики. Листва можно переводить еще. Куринокинохаппага. То есть, листики каштанового дерева. Листики каштана. Харари-харари-то. То есть, как? Харари-харари. Харари-звук это аноматопея. Это когда падает что-то легенькое. Например, перышко, волос. Не знаю, там листик бумаги упал. Слезинка может быть. Вот что-то легенькое. Харари-харари-то. Очи-та-коро. То есть, когда? Когда, да? Коро. Во время, в пору, когда опали очиру, очи-та листики у каштана, самой фью-гаやって кимаши-та. Наступила, пришла,やって кимаши-та холодная зима. Сокора-джу-ни ата-табе-моно-ва ато-юма-ни-наку-на-ри. Киригирису-ва утау-у-но-о-я-ме. Май-ничи табе-моно-о-сага-ши-ма-ватте-имаши-та. Так, сокора-джу-ни означает повсюду, везде. Да, сокора-это, ну, отдельно, если сокора-это вблизи, поблизости. Сокора-джу-везде, повсюду. Так, еда-табе-моно-ва, которая была повсюду, отта, да, от глагола-арю. Еда, которая была повсюду, отто-ю-мани-наку-на-ри. То есть, ее не стало, на-ку-на-та, да, на-ку-на-ри. Здесь серединная форма глагола-на-ру. То есть, не стало еды, которая была повсюду, вмиг не стало причем. Отто-ю-мани, переводится как мгновение ока, вмиг. В общем, не стало еды. И киригирису-ва кузнечик утау-но-о-я-ме. Перестал петь, субстантиватор-но здесь. Смотрите, мы уже ставим после существительного, да, там, или местоимения. А утау-это глагол. И утау-но, утау-это петь, а утау-но-это, как бы, пение. Да, то есть, он прекратил пение, дословно. Он прекратил петь, кузнечик. И каждый день еду, табе-моно-о-о, кого-что, сага-ши-ма-ват-те-има-шта. То есть, он, ну, ходил, как бы, да, бродил, ну, ходил по кругу, я не знаю, мавару, да, потому что здесь. То есть, он обходил, да, дословно. То есть, он бродил в поисках пищи каждый день. Так, цуметай юки, холодный снег. Так, цуметай юки, холодный снег. Смотрите, когда, то, наруто, когда наступила, снова прошедшим, да, смотрим заключительный глагол, прошедшим времени. Когда наступила пора, коро, да, когда настала пора, время, когда идет, фуру, о снеге, о дожде, когда идет холодный снег, когда настала пора, когда идет холодный снег, киригирису на фукула, одежда кузнечика, бро-бро-ни-нари, снова серединная форма глагола нару, бро-бро-ни-нари, одежда, когда мы говорим об одежде, это означает, ну, как бы, она износилась, да, то есть, уже стала, ну, плохой, износилась, в общем. То есть, одежда его износилась, и он ясэ хосот тэшимаймашта, снова конструкция тэшимау, которая есть у нее такой негативный оттенок еще, ясэ хосот тэшимаймашта, он похудел, ясэ хосору, это стать худым и слабым. Он похудел, кузнечик наш, и одежда его стала изношенной, поношенной, в общем, не годится никуда. Дальше, онакоо сукасэте самайоинагара, киригирисуа омоицукимашта. Онакоо сукасэте самайоинагара, самайоу, глагол означает блуждать, скитаться, бродить. Снова нагара конструкция, да, два параллельных действия, одновременно совершающихся действия. То есть голодный, да, потому что онакоо сукасэру, это в принципе то же самое, что онакого суку, да, онакого суета. Но здесь у нас, смотрите, побудительный залог получается, да, сукасэру. То есть получается, проголодав живот, ну, как-то так, опустошив живот, как-то так будет звучать дословно. Вот, ну, а можем переводить как, в принципе, проголодавшись и бродя самайоинагара, да, блуждая, скитаясь. Кузнечик омойцки мащта, кузнечику пришло в голову, он придумал омойцуку прийти в голову, придумать. Что же ему пришло в голову? Сода, ари кунно ени и те, наника, таберумоно, вакетэ мураоу. Сода, точно, пришло ему в голову. Ари кунно ени и те, пойдя в дом муравья, наника, что-то, нани это что, наника, что-то. Наника, что-то, таберумоно, что-то покушать, вещь, которую кушают, да, дословно, что-то покушать. Вакетэ мураоу, то есть как бы вакеру это разделить. Получается, что он с ним муравей, то есть мураоу, да, в данном случае мураоу получать будет кузнечик. То есть я получу от него еду, он разделит со мной для меня еду. Дальше, мураоу, кстати, вот еще, да, мураоу, а здесь мураоу, то есть получу-ка я от него что-то, разделю-ка я с ним, да, раздели-ка он со мной покушать что-то, да, вот так вот как-то. Потому что здесь мураоу, не мураоу, а мураоу. Смотрите, вот эта грамматика здесь, это тоже далеко не начинающий уровень. Нари, да, он означает, что как только пришел, как только что-то, то что-то опять сделал, да, вот только он пришел, цуку, это прийти, достичь, прибыть. Как только он прибыл в дом муравья, то есть как только кузнечик прибыл в дом муравья, сразу сказал, сказал. Ари-кун, онака-га суете-шинисоу-нанда. Нани-ка таберю-моно-оу-вакете-куренай-ка. Что же он сказал? Ари-кун, муравей, онака-га суете-шинисоу-нанда. То есть я проголодался, я очень голодный, онака-га суете. Здесь у нас, видите, там у нас было онака-о сука-сэру, по-моему, да, а здесь онака-га суете. Там у нас глагол суку был в побудительном залоге суку, сука-сэру, а здесь уже как он есть. И здесь вот с частичкой га у нас онака-га суете, то есть я проголодался. Сини-соу-нанда. Похоже, сейчас умру. Щину-умирать, вторая его основа щи-ни, щи-ни-соу. Похоже, что сейчас умру. Нани-ка таберю-моно-оу-вакете-куренай-ка. Куреру, да, это когда нам что-то дают, в данном случае кузнечику дают, он спрашивает точнее. Не разделишь ли ты что-то со мной покушать, то есть для меня, да? Не дашь ли ты мне что-то покушать, если не дословно переводить. Киригирису-сан, гоменна-сай. Учини-ва, боку-тачи-казоку-но-бун-ши-ка-най-нда-ё. Киригирису-сан, гоменна-сай. Извини, прости, кузнечик. Учини-ва, в доме у меня. Боку-тачи-но-казоку-но-бун-ши-ка-най-нда-ё. Но, смотрите, конструкция вот эта, шка-най, например, это когда есть только вот это, несмотря на то, что у нас най здесь, потому что вот частичка шка. Смотрите, можем сказать, например, пен шка-най, есть только ручка. Там, я не знаю, что, ну пусть будет, о-ча-шка-най, есть только зеленый чай. Кабан шка-най, есть только сумка. В данном случае, вокутачи кадзоку но бун, бун это часть, часть на его семью. Речь идет о еде. То есть у меня есть шка-най, есть только часть еды на мою семью. И последний слайд. Вокутачи га аннани танони, киригирису самва, дзюдто таносисони, утатты и та джанайка. Да, снова у нас тут джанай наше, тоже не отрицание, а также та же функция, что и перед этим у нас была. Получается, вокутачи га аннани танони. Несмотря на то, что мы так тебе говорили, да, дословно, что мы тебя так уговаривали, говорили тебе. Киригирису самва, ты кузнечик, да, потому что он с кузнечиком разговаривает. Ты кузнечик. Дзюдто таносисони, всегда таносисони, ну как бы весело, да, утатты и та джанайка. То есть разве ты, кузнечик, не пел? Всегда весело. Снова, да, утатты и та джанайка. То есть разве ты не пел? А смотрите, помните, у нас там было два отрицания, и мы переводили его как утверждение. А здесь уже у нас не два отрицания, а одно джанай. То есть разве ты не пел? Вот так вот переводим, видите? Уже с отрицанием. Разве ты не пел весело постоянно, кузнечик. И последнее предложение. Куяму глагол означает раскаяться, сожалеть о чем-то, возможно печалиться. Ну то есть он как бы раскаялся, да, сожалел Куями, очень сожалел. О чем? Кото, да, субстантиватор. О том, что он только и делал, а сон де бакари и та, только и делал, что развлекался на Цунохине в летние деньки. Особо развлекаться, гулять. То есть он жалел о том, что, очень жалел, что он то и делал, что развлекался в летние дни. И окина на ми дао на гошимашта. И лил большие слезы. То есть плакал большими, проливал крупные большие слезы. То есть сильно горевал и плакал. А теперь прочитаем все от начала до конца, уже без комментариев, объяснений. Итак, Арито Киригирису. Арито Киригирису. Арито Киригирису. Арито Киригирису. Окина на ми дао на гошимашта. Вот и все на сегодня. Я надеюсь, что из этого урока вы что-то новенькое для себя извлекли. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, будем учить японский вместе. А тем, кто подписан, спасибо большое за ваши лайки, комментарии, просмотры. Вы меня вдохновляете на дальнейшую усиленную работу, чтобы выдавать вам каждый раз новую полезную информацию. Спасибо вам большое. С вами, как всегда, была я, Татяко. Дяне.